МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Метеор совершил свой первый выход в акваторию Волги. Конкурс водителей автобусов прошел в Нижнем Новгороде. Проекты Нижегородской области соревнуются за Всероссийскую туристическую премию. Подробности далее. Судно на подводных крыльях Метеор 120Р совершил свой первый выход в акваторию реки Волга. Пока технический, но планы на навигацию амбициозные. Теплоходы планируются у нас, я вам сразу могу сказать, Нижний Новгород, Ярославль. В дальнейшем, может быть, будут планироваться у нас до Рыбинска и обратном пути. Также Нижний Новгород, Казань, Казань-Ульяновск, Ульяновск-Казань, Казань-Нижний Новгород. Салон Метеора просто огромный и может сравниться даже с небольшим авиалайнером. Для пассажиров доступно 120 мест. Ряды проходят вдоль окон и посередине салона. Здесь хорошая система кондиционирования. По сравнению с коллегами у нас очень большие окна. Если вы посмотрите, когда вы увидите это судно, вы поймете, у нас очень большие панорамные окна. И находясь в салоне, неважно, сидишь ты около окна или ты сидишь в центре салона, если ты посмотришь. То есть я бы сказал, что в центре салона еще лучше видно. Можно и налево, и направо посмотреть, и будет так же легко сфотографировать, потому что панорама просто великолепная. Андрей Геннадьевич Томелин – капитан летающего метеора. Он был рядом с судном на протяжении всех его ходовых испытаний. А раньше Андрей Геннадьевич управлял судном на подводных крыльях «Валдай». Различия достаточно большие в связи с тем, что «Валдай» имеет один руль кормовой. А данное судно – два руля – носовой и кормовой. Для более лучшей маневренности. Кормовой руль у нас вращается основным рулем. Носовой руль приводится в движение джойстиком. Они работают отдельно друг от друга, от разных гидравлических машин. Поэтому они не зависят друг от друга. Это большой плюс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казалось бы, обычный ЛИАС, который встретить на городском маршруте, вовсе не редкость. Но сегодня здесь, в Нижегородном центре автотрансе, это полноценный участник областного этапа конкурса для проверки мастерства водителей автобусов. Артем Грудев – водитель автобуса на городских маршрутах с 9-летним стажем. Он один из участников конкурса. Их больше 20 не только из Нижнего Новгорода, но и области. Такая проверка – отличный повод держать навык на уровне. Он повышает уровень мастерства нашего. То есть здесь ты понимаешь, какой ты, ну, как ты водитель себя. Плюс он повышает свое мастерство. Уровень выступающих здесь всех высокий, все достойны первых мест. Я считаю, что нужно соревноваться с сильными. В конкурсе две категории. Для ЛИАЗов, на нем как раз Артем, и для ПАЗов. Задача наиболее эффективна – пройти через своеобразную полосу препятствий. Здесь габаритный коридор, эстафета, остановка, змейка, колея и ступлиния. Оценивают все судьи. Для того, чтобы участвовать, это надо потренироваться, потому что габаритный коридор в очень выграниченных величинах. И поэтому проехать его не так просто. Несмотря на схематичные названия, препятствия соответствуют обычным, даже рутинным дорожным ситуациям. В целом, конкурс – это еще один способ повысить эффективность водителей городских маршрутов. На первом этапе конкурса создается правило вождения, то есть правило безопасности дорожного движения. А на втором этапе это уже только вождение. И такие конкурсы позволяют привлечь внимание к профессии. Следовательно, за счет этого и поднять в том числе и профессионализм водителей, которые серьезно готовятся к данным соревнованиям. И также показать и подрастающему поколению, и в принципе вообще гражданам нашей Нижегородской области, о том, что вот такие у нас есть водители, которые профессиональные, аккуратные, умеют водить. Завершается конкурс – церемония награждения. Все получают заслуженные награды. Достался приза Артему. Тем же, кто занял призовые места – денежные награды. Продолжается онлайн-голосование за главные туристические достопримечательности страны. В конкурсе на получение Всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2023 участвуют и проекты Нижегородской области. Среди них культурно-исторический объект «Заповедные кварталы», народный промысел «Казаковская филигрань», национальное блюдо «Ярмарочные пирожки на один укус», природный объект «Озеро Тосканка», фестиваль «День молодежи в Нижнем», экологический маршрут «Экотропа Копорье» и тур-маршрут экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай-45Р». Благодаря интернет-проекту туристы ежегодно открывают для себя новые точки на карте России. Номинантов выдвигают регионы России, при этом окончательный выбор за участниками онлайн-голосования. Проголосовать можно на сайте проекта awards.rtraveler.ru до 31 октября. Итоги конкурса подведут в ноябре. Оплата проезда на 8 рублей дешевле легко. Для этого карту МИР нужно предварительно загрузить в смартфон на базе Android. Помогут мобильные сервисы «Мирпэй» или «Самсунгпэй». Ездить можно во всех видах транспорта – в нижегородских автобусах, троллейбусах, трамваях, на канатной дороге, в метро и электричках. Перевозчики получают полную стоимость проезда без исключения. И вот эту разницу, эту скидку в 8 рублей компенсирует в полном объеме платежная система МИР всем перевозчикам. Поэтому акция преподносит и выгоду пассажирам, клиентам. Они получают действительно значительную выгоду, но и перевозчики не теряют в своих доходах. Для получения скидки 8 рублей при оплате проезда также можно использовать пластиковую карту жителя Нижегородской области. По любой другой пластиковой карте МИР скидка не предоставляется. Очень удобно. С сентября стала оплата в автобусе. Оплачиваешь карты МИР или телефоном и получается проезд дешевле на целых 8 рублей. Очень выгодно из этого получается, если у нас как раз ездишь, то получается выгодно у вас 30 рублей, а получается 22 рубля. Вот карточкой я как раз со скидкой оплачиваю. То есть пользуешься? Да, да. А если наличкой, то будет 35, а так со скидкой. 8 рублей. В скидку жителям и гостям региона предоставляет российская платежная система. Предложение будет действовать 4 месяца до 31 декабря 2023 года. Службы информации Юлия Чернова, Валерия Евстигнеева, Алексей Калякин, Николай Прохоров и Иван Масов. В Нижнем Новгороде стало уже доброй традицией на домашние матчи нашего хоккейного торпеда заполнять трибуны Нагорного под завязку. И среди всей огромной торсиды желающих матча с Витязем Победы нашим хоккеистам с удовольствием встречаемся с участниками программы «Год добра», воспитанниками благотворительного фонда «Время рассвета». Именно благодаря их юному таланту художника на памятных футболках торпеда появились искренние, победные, по-детски потрясные рисунки. Для наших воспитанников и для нас лично это шанс, шанс на реализацию нашего проекта, который сейчас взял огромное количество наград, инклюзивный проект «Рассвет сознания». Благодаря этим средствам мы запускаем проект с октября и у детей будет возможность посещать наши занятия с режиссерами, с актерами абсолютно бесплатно. На хоккее Аня Никулина. Она один из авторов хоккейных уникальных шедевров для любимого клуба. Я рисовала торпеда. Мои за наши. Благодаря проекту «Год добра» часть средств с билетов и часть с футболок, которые рисовали дети, идет в фонды. А сам проект уютно вписался в новый хоккейный сезон торпеда, который и объявил этот год годом добра. А в это время на ледовой площадке симпатичные звездные приму художественной гимнастики сестры Дина и Арина Аверины открывают символическим вбрасыванием ледовый поединок. А дальше закипели нешуточные игровые страсти. Торпедовцы на правах хозяев льда крайне быстро огорчили гостей. Вот так Коваленко и Кунюшков организовали атаку, которую успешно завершил Максим Лютунов. 1-0. Переполненный Нагорный ликовал о нашей в ходе периода. Опять перестрелили соперника, но перевес в одну шайбу не изменился. Во втором периоде преимущество по всем показателям за нижегородской командой. Но счет 1-0 так и замер на табло и после второй 20-ти минутки. В третьем игровом отрезке Витязь достойно огрызался контратакуя, но игровое преимущество сохраняла торпеда. Вдобавок после активной толчьи у ворот Витязя шайба так и второй раз побывала в воротах гостей. Отличился Фирстов. Гостям даже не помогла апелляция на предмет атаки на вратаря. 2-0. Под занавес третьего периода Витязь героически рванул вперед и отыграл один гол. 1-2. И тут же торпедовцы заработали две минуты штрафа в абсолютно безобидной ситуации. Валидольные две последние минуты третьего игрового отрезка держали в напряжении весь зал. Витязь шестером пытался догнать торпеда до ничьи, но наши не только справились, но и за 18 секунд забросили свою третью в пустые ворота Витязя и подарили всем трудовую победу 3-1. Свой следующий матч нижегородские торпедовцы проводят на выезде, играя в Белоруссии в Минске против «Динамовцев». С началом матча в воскресенье в 17.10. Служба информации Владимир Смирнов, Максим Веселов.